Привязка Привязка Университета Сможет С пренебрежимой Маленькой вероятностью И то, что Он не сможет Вообще Обвинить В жульничестве Другого человека То есть Получателя При том, что Он честно играет Тоже сможет С пренебрежимой Маленькой вероятностью А? Если честно Возможно, здесь надо сказать, что вот это будет выполняться с вероятностью примерно равной единице. Но, по-моему, здесь без вероятности. А? Про нижнюю, ну, по-моему, тоже без вероятности. Ну, сейчас мы построим протокол и поймем. Ну, и, наконец, что как бы плохо себя не вел получатель, он никакой информации не получит, потому что распределение их протоколов будет вычислить неотличимы. Вот. Хорошо. Значит, теорема, что если существует генератор псевдослучайных чисел, значит, из существования генератора псевдослучайных чисел следует существование протокола, интерактивного протокола привязки к биту. Доказательства, то есть мы сейчас возьмем просто и построим этот протокол. Значит, мы будем пользоваться генератором, который из n битов делает 3n случайных битов. Это генератор псевдослучайных чисел. Значит, протокол заключается в следующем. Значит, я описываю правильное поведение R и S. Значит, сначала начинает протокол получатель, как ни странно. Но это единственная, где нужна интерактивность, что получатель будет начинать. Получатель генерирует, ну, честный получатель генерирует строку длины 3n. R берет R равномерно строку длины 3n и посылает ее, и посылает R. Значит, значит, сендер, имея сигму, значит, если он вдруг получает от R строку длины 3n, ну, мы считаем, что им также доступен параметр надежности n. Значит, его нужно здесь всюду включить, что есть n параметр надежности, значит, у нас асимптотика не получится. Значит, если S, не получая строку длины R, то он посылает пустое сообщение, уже R нарушил протокол, продолжать незачем. Значит, если он получает сообщение длины 3n, что он делает? Он генерирует S случайно из строк длины n. Вот. После этого к этому S он применяет генератор, то есть вычисляет G от S. Значит, G от S это уже строка длины 3n. Вот. После этого он ксорит эту строку, с строкой S умножить на R. А, сигму умножить на R. Что такое сигму умножить на R? Значит, если сигма равно 1, это просто R. Если сигма равно 0, это просто строка из всех нулей. Ну, с ней ксорить ничего не надо делать. Вот. И посылает эту вещь. Эта вещь посылает. Вот. Все. После этого, скажем, ресивер проверяет, что длина сообщения правильная. Ну, ресивер просто в любом случае заканчивает работу, и все. В корректном протоколе. Вот. Значит, кроме того, сэндер нужно сгенерировать ключ. Ключ будет выглядеть вот так. Сигма. С. Вот. Значит, протокол очень простой. Гораздо проще этого определения. Ну, сейчас мы будем доказывать, что он корректный. Во-первых, тут практически невозможно жулить. Единственное, что можно жулить, ну, вы скажете, что можно генерировать не случайную строку. Да, это можно. Но это не будет считаться жульничеством. Это просто будет считаться некоторым нарушением. Единственное, что жульничество – послать строку не той длины, но это жульничество будет сразу же поймано. То есть мы будем считать, что они все будут послать строку правильной. Значит, как по ключу вскрыть бит? Ну, значит, бит, во-первых, здесь указан в начале ключа. Нужно только лишь проверить то, что это так. Ну, как это проверить? Нужно подставить g в s. Значит, что делает t? t подставляет g сюда, ксорит со всем вот этим. r он знает и проверяет, равно это sigma r или не равно. То есть нужно просто проверить, верно ли, что sigma r равно g от s плюс ксор. Вот эта привязка пустится к сорт c. Ну, вот эта часть привязки. Если верно, тогда он выдает sigma. Если вдруг не равно, то значит, сендер сделал что-то не то. То можно его сразу уличить. Сказать, что сендер ошибся. Вот, собственно говоря, так судья работает. Вот, так, еще раз. Нужно повторять, как судья работает? Такой вопрос. Да. Почему вероятность берется? Значит, вероятность берется по всему. По случайным битам на рамках. А? По случайным битам на рамках. Да, значит, вероятность всегда берется в криптографии по всему, что есть случайное. По всем возможным случайным битам. Ну, противники мы предполагаем схемами, поэтому им не нужны случайные биты. Вот, ну, давайте проверять все свойства. Значит, во-первых, ну, первое свойство, то, что если все работают корректно, тогда откроется ровно бит-сигма. Это вроде как очевидно. Значит, вот это свойство, то, что не удастся обвинить другого. Ну, мы обвиняем, во-первых, ну, мы можем обвинить сендера, если вот тут не сошлась проверка. А ресивера мы точно можем обвинить, только если он неправильной длины пошлет сообщение. Значит, все правильно. Значит, вычислительная неотличимость. Давайте два пока пропустим, значит, почему вычислительная неотличимость. Ну, просто если у нас g от s плюс r будет отличима от просто g от s для какой-то строки, для как-то генерируемой строки r, не обязательно случайным образом, то это значит, что... Сейчас просто обе эти строки должны быть неотличимы от просто случайной строки. Потому что это генератор. Потому что иначе мы смогли бы генератор отличить по просто случайной строке. Вот отсюда следует отличить неотличимы. Значит, осталось второе свойство проверить. Значит, вот это... Понятно, что мы не сможем ресивера обвинить в журничестве, потому что у нас просто протокол такого не допускает. Значит, осталось понять, почему... Значит, это просто никогда не выполняется. Значит, осталось понять, почему не может существовать двух ключей, что мы откроем по-разному. Ну, давайте смотреть. Значит, ключ, он в нашем виде всегда распадается на первый бит и оставшиеся биты. Значит, один бит – это n битов. Давайте просто посмотрим, что для этого нужно. Нам нужно, чтобы... Но одним способом открывался ноль, другим способом открывался единичка. Значит, чтобы g от s1... Это когда мы вместо сигму поставим ноль. Совпадало со строкой g от... Совпадало со строкой g от s2 плюс r. Это значит, чтобы строка r просто являлась разницей образа g от s1, ну, на самом деле, плюс g от s2. Но заметим, что таких строк r очень мало, потому что таких строк 2 в степени n образов генератора, таких строк 2 в степени n, значит, всего таких строк, всевозможных сумм, может быть максимум 2 в степени 2n всевозможных пар. А r при корректном работе r выбирается случайно из множества всех строк длины 3n. Значит, вероятность того, что r случайно попадет в такое, экспоненциально маленькая. Единица лит на 2 в степени n. Повторите еще раз, или... Не надо. Значит, это получается... То есть, ну, грубо говоря, вот это у нас условие не всегда получается с понебежимой маленькой вероятностью. А все остальные условия получились всегда. Вот. Хорошо. Ну, вот определение оказалось сложнее, чем явная конструкция. Значит, следующая тема – это доказательства с нулевым разглашением. Ну, давайте сначала просто назовем нулевое разглашение. Значит, что у нас происходит? Ну, вообще говоря, что такое доказательство с нулевым разглашением? Значит, мы доказательства будем рассматривать интерактивные. Значит, у нас есть два участника – прувер и верифайер, они общаются. Значит, прувер должен убедить верифайера, ну, как всегда, там, что элемент x лежит в языке. Вот. Но он в некотором смысле не должен не передать никакой больше другой информации, кроме того, что x лежит в языке. Вот. Значит, ну, это нужно как-то определить, что это значит. Вот это самое нетривиальное. В этом смысле – это дать определение. Ну, мы начнем с более простого. Мы предположим, что у нас есть некоторый интерактивный алгоритм, который мне сейчас будет удобно называть словом «стратегией». Я вообще вот интерактивные протоколы, когда вот есть два интерактивных алгоритма, вот они как бы играют в какую-то игру, общаясь друг с другом. Мы будем так же считать, что послать сообщение, другое послать сообщение. Кто-то послал пустое сообщение, то тут же протокол закончился. Вот. Я хочу сказать, вот давайте считать, что у нас у меня есть… F – это интерактивная стратегия. Значит, ну, будем считать, что, ну, вот, у нее есть параметр N, и, глядя, вот это вот тот самый параметр надежности. И что это… Я не буду требовать, чтобы эта стратегия была вычислима за полиномиальное время, но я буду требовать, чтобы она посылала сообщение лишь полиномиальное от N длины. Вот будет такое требование – полиномиальная ограниченность. Вот, это не значит, что эта стратегия будет долго вычислить, значит, что все сообщения, которые она будет посылать, длина их ограничена некоторым полиномом. Вот. Значит, ну, и будем считать, что у X есть… У стратегии F есть некоторое знание X. То есть вот кроме N он знает еще X. А F – это тоже некоторая функция. Тоже полиномиально ограниченная функция. Это значит, что длина ее выхода ограничена полиномом. Вот. Значит, и главное определение, которое у нас сейчас будет, это, что стратегия F не разглашает ничего, кроме F от X. X не разглашает ничего, кроме… Значит, ну, или коротко разглашает только F от X. Стратегия разглашает только F от X. Хотя, на самом деле, F от X – это вот сверху. Ну, в общем, на самом деле, вот это вот ключевое определение, которое нужно ждать. Давайте поймем, что если я разгласил вам какую-нибудь информацию, например, сообщил вам число, то я много чего сообщил сразу. Я сообщил вам, что квадрат этого числа. А так вот число определение на 10. Вот. И надо как-то этого определения в этом учесть. Вот. Ну, может, кто-нибудь может предложить какое-нибудь определение? Ну, да, ну, очень, грубо говоря, чтобы с кем бы я ни общался, с каким бы я противником ни общался, из этого лога ничего, кроме значения F от X получить нельзя. Ну, правда, вот это неправда, потому что в квадрат от X можно получить. Там возвести в квадрат, и все. Вот. Значит, определение довольно нетривиальное. Она говорит следующее, что с кем бы, с каким бы вот противником, ну, то есть семейственным полимерным схемам F не общалась, тот протокол, который получится при взаимодействии, можно сгенерировать вычислимо неотличимое от него, зная только F от X и умея вот к этим противникам задавать оракульные вопросы, общаясь с тем же самым противником. Вот. Вот самое важное в определении нулевого разглашения, то, что есть такой симулятор, который симулирует протокол взаимодействия, вычислительно неотличимый от нашего. Причем он будет знать только F от X. Вот. Значит, определение такое, что существует вероятностная полимерная машина S. Вот. Такое, что для любого... Нужно стереть. Значит, для любой полиномиального семейства схем ДН сейчас, надо какую-нибудь букву для них придумать, пусть будет КН. С, обращаясь к этим схемам с оракулом, имея на входе значение F от X, генерирует распределение, вычислительно неотличимое от протокола взаимодействия. Ну, S, N, скажем, тоже знает. F, N и К, N. F, N, знающие X, и К, N. Вот. При этом, значит, S, N – это алгоритм, который работает в полиномиальное время, а F, N вполне может работать в неполиномиальное время. Но вот для того, чтобы симулировать этот протокол, достаточно знать только значение F от X. Вот такое вот хитрое определение. Значит, прежде чем перейти к доказательствам, давайте обсудим такую вещь. Значит, любую стратегию можно повторить два раза. Значит, она начала общаться с кем-то, потом вдруг закончила общаться, а потом снова запустить ее протокол сообщения с тем же самым алгоритмом. Но тот алгоритм уже знает предысторию, скажем, общения, а вот эта стратегия, ее запустили изначально с нуля. Вот есть стратегия, значит, F, N, а можно определить стратегию F, N в квадрате. Это значит, что сначала эта стратегия пообщалась, закончила, потом она снова начала общаться, а тот, с кем она общалась, знает предысторию. Возможно, знает. Ну, не важно совершенно. Вот. Оказывается, утверждается следующее. Что верна такая лемма. Верна такая лемма. Что если F, N, X, разглашает только F от X, тогда, если мы два раза применили эту стратегию, F от X в квадрате, тоже разглашает только F от X. Ну, идея понятная. Значит, как такое доказывать? Нужно, у нас есть симулятор для одной F, нам нужно построить симулятор для двух. Орган. Спасибо. Давайте строить. Значит, пусть S — это симулятор для fnx, но это значит, что S, общаясь с любым противником, зная f от x, противник у нас kn были, выдаст неотличимое от протокола взаимодействия fn и kn. Ну а тут у нас есть… происходит немножко другое. У нас f сначала общается… в начале общения она выдала протокол u. Вот, пусть u — это вот тот протокол, который она первый раз пообщалась. А после этого f начинает общаться с тем же противником, но у которого уже у него есть дополнительная информация. Первая история общения, возможно. Вторая часть общения — это будет какой-то протокол, скажем, v от u. Значит, v учитывает то, что противник немножко поменялся, потому что у него есть предыстория. v, но kn точно так же. Вот, значит, это u мы умеем симулировать с помощью симулятора u с волной. Значит, это вот один этап работы стратегии мы легко можем симулировать с помощью симулятора. Но нам нужно выдать что-то, что вычлительно неотличимо от целой пары. Значит, что мы можем сделать? Мы можем взять, симулировать первую часть работы, а в качестве второй мы можем симулировать работу с противником kn, которому известно не настоящее u, а вот это вот u с волной. Понятно, что происходит? Тогда мы получим некоторое v с волной, а u с волной. Вот. И утверждается, что вот это будет вычислительно неотличимо от вот этого. Ну, это надо доказать. Значит, давайте еще раз. Обычный протокол работы с противником kn, он выдаст сначала некоторый сток u, u это первый этап работы. Потом этап работы будет зависеть от вот этого u. Значит, сама стратегия не знает этого u, она уже забыла все, а противник может знать. Поэтому это будет некоторый v от u. Симулятор же может просимулировать u с волной, просимулирует. Вот. А после этого он начнет симулировать уже как будто бы противнику известно вот это вот u с волной. Надо доказать, что вот случайная величина, получающаяся конкатенация u и v от u, совпадая, ну, вичлительно неотличима от случайной величиной, совпадающей с u с волной, от v с волной, от u с волной. Вот. Ну, значит, для доказательства нам нужно придумать некоторую штуку посрединке между ними, что-то гибридным методом, и доказать, что все совпадет. Ну, давайте посрединке придумаем вот такую штуку. Пара из u и v с волной от u. Ну, то есть вот такая величина и вот такая. Мы придумали промежуточную и хотим доказать вычислительную неотличимость. Вот. Ну, давайте докажем вычислительную неотличимость вот этого от этого и вот этого от этого. Ну, значит, здесь нам достаточно доказать вычислительную неотличимость вторых частей, потому что если мы докажем, что это неотличимое от этого, то вот это будет неотличимое, потому что мы сюда добавили одинаковую штуку. Ну, а вторая часть неотличима, потому что это, грубо говоря, вот это – это симулятор с противником, когда ему известно КНУ. Так это то же самое. Ну, а это истинное распределение. Поэтому они должны быть неотличимы. Почему вот эти два неотличимы? Ну, потому что У и У с волной неотличимы. А здесь одна и та же функция применяется к У и КУ с волной. Вот. Значит, теперь, когда я сформулирую следующую лему, вот, она звучит так, что fnx разглашает только f от x. Вот. А p от n – некоторый полином. Тогда, если я стратегию повторю p от n раз, то она тоже будет отличать только f от x. тоже разглашает. Вот. Ну, я думаю, что теперь эта лемма вас не особенно удивит. Доказательство у нее примерно такое же. Нужно посмотреть на одно распределение и составить кучу таких гибридов, плавно переходящих от одного к другому. Вот. Ну, так как две лекции подряд очень трудно, то я предлагаю это ставить в качестве упражнения. Идея доказательства – просто вот повторить то, что было для двух, построить такой гибрид. Я думаю, что с этим упражнением справитесь, а мы, может быть, сегодня, несколько минут раньше закончим. Вот. Хорошо. Значит, давайте тогда перейдем к основной теме. Это что такое доказательство с нулевым разглашением. Значит, интерактивные доказательства с нулевым разглашением. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это будет, во-первых, стандартное интерактивное доказательство. Значит, мы будем доказывать, что x принадлежит L, то есть принадлежит некоторому языку. Значит, у нас будет стандартный прувер и стандартный верифайр. И, значит, абсолютно те же самые предположения, что прувер – это просто некоторая функция, верифайр – это премиальная вероятность на алгоритм. И должны выполняться такие условия. Значит, что если x из языка, тогда верифайр, пообщавшись с прувером, должен выдать единицу. Значит, давайте так вот объясню, что верифайр, общаясь с прувером, на входе x выдает единицу. Ну, можно считать, что всегда или почти всегда, на самом деле не очень важно. Сейчас у нас было… Что у нас было в интерактивных протоколах? У нас не было абсолютно корректности, но потом мы доказали, что можно эквивалентно переделать в абсолютную корректность. Ну, пусть это вот будет там с вероятностью пренебрежимо малоотличающей от единицы. Но этого всегда можно добиться повторениями. Значит, а если x не принадлежит l, тогда для любого даже жуликоватого b со звездочкой вероятность того, что b со звездочкой от x равна единице. Здесь b со звездочкой просто вообще любая функция. Не питать на противник. Приблизительно равно нулю. То есть пренебрежимо мало отличается от нуля. Вот. Ну и последнее то, что прувер должен разглашать только x и факт принадлежности x к языку. Значит, разглашает только… x и l от x. Больше он ничего не разглашает. Вот. Значит, класс языков, для которых существует такая система доказательств, обозначает… Ну, обозначает… ЗКП. Zero knowledge proof. Вот. Значит, на самом деле это несколько упрощенное определение. Настоящее определение чуть-чуть отличается, но здесь, по крайней мере, вся суть верна и все идеи здесь есть. Значит, можно считать, что… Значит, чего про эти… Зеронолич proofs известно. Ну, про них известно, например, следующее. Это вот я вам собираюсь рассказать со всеми деталями. То, что для протокола, для задачи изоморфизма графов мы хотим доказать, что два графа изоморфны. Ну, в принципе, это не проблема. Прувер может честно сказать… Прувер ничем не ограничен, он посылает изоморфизм между двумя графами, перестановку вершин первого, который получил второй граф. Верифайр просто проверяет. Вот. Но очевидно, что если изоморфизм графов все-таки сложная задача, то симулировать этот протокол трудно, потому что мы не знаем, когда принимаем время находить изоморфизм двух графов. Вот. Но, оказывается, этот протокол можно пересказать иначе, чтобы сохранялось свойство зеронолич. И, наконец, следующее утверждение, которое я вам уже строго доказать не успею, оно заключается в следующем, что если есть односторонние функции, то для любого языка из НП можно построить интерактивное доказательство так, что прувер ничего не сообщает про x1. То есть обычное доказательство – это очень просто. Послать подсказку из НП, верифайр ее проверит. Но как находить эту подсказку в запоминальное время мы не знаем. А вот оказывается, что если существует односторонние функции, то можно придумывать это. Основную идею этого доказательства я постараюсь вам успеть рассказать. Так нет. Значит, я предлагаю сейчас сделать последний перерыв, а после перерыва рассказать про изоморфизм графов. И на этом, наверное, будет все. Значит, доказываем теорему, что изоморфизм графов для него есть доказательства с нулевым разглашением. На самом деле, насколько я слышал, это, ну, по крайней мере, в теории, это может применяться для всяких задач. Ну, там, не знаю, как автомобиль открывать. Чтобы мне подняли сигнал, чтобы он понял, что можно открыть дверь, но чтобы кто-то, кто подслушивал этот сигнал, ничего не понял. То есть, мы доказываем, что я имею право доступ к автомобилю, но никто не понял, как это, повторить это доказательство. Вот. И, в принципе, на задаче изоморфизм графа это можно построить. Вот. Ну, значит, как это делается? Я хочу вам доказать, что граф G1 и G2... Ну, сначала я неформально рассказываю, потом расскажу формальный алгоритм и проверим все свойства. который нам нужно проверить. А может... Кто вообще слышал? Это вообще довольно знаменитый способ, как доказывать, что два графа изоморфы, не сообщая изоморфизма. Ну, значит, алгоритм очень простой. Значит, я говорю, я знаю изоморфизм. Я вот... А вот вам случайная перестановка одного из этих двух графов. Ну, не знаю, если они изоморфы, то любого графа. И я по вашему выбору вам расскажу изоморфизм либо этого с этим, либо этого с этим. Вот. Он решает. Значит, если они не изоморфы, то верно только одно из этих двух. То есть, может быть верно. То есть, если он просит... Ну, можно... Ну... Значит, проверяющий, он, допустим, случайным образом выбирает, какой из этих двух ему нужен. Этот или этот. И... Если они изоморфны, действительно, то он без труда показывает. А если не изоморф, то с вероятностью одна вторая он это замечает. Вот. Но вероятность одна вторая может быть довольно плохая. Мы хотим там с вероятностью близко к единице, но это можно повторить много-много раз. n раз. Например, повторяем. Получается с вероятностью единиц на 2 в степени n. Вот. Ну, собственно говоря, давайте это формально запишем. Значит... Значит, стратегия для прувера. Для корректного прувера. Значит, прувер... Значит, если G1 и G2 не изоморфно, тогда прувер выдает... Тогда прувер останавливает работу и ничего не делает. Все. Останавливает работу протоколом. Потому что у нашего прувера нет смысла жеренщить. Мы описываем честного прувера. Если они изоморфны... Давайте не G1, G2, а G0, G1. У нас будет так удобнее. Значит, тогда прувер... Ну, он так, он всемогущий, он находит изоморфизм. То есть такую перестановку Тау, что Тау G1 равно G0. Вот. Ну, этот изоморфизм известен, но он его не хочет ни в коем случае сообщить. А что он делает? Он генерирует случайную перестановку Пи и, скажем, применяет ее к... К чему? G0 или G1? Ну, пусть к G0. Обозначает это за граф H. И вот посылает это граф H. Значит, от верифайера ожидается либо нолик, либо единичка. Больше ничего не ожидается. Значит, если верифайер, скажем, посылает какую-то другую строку, если он там, не знаю, пустую строку послал, то надо, видимо... Ну, в общем, короче, любую другую строку, не однобитовую, мы воспринимаем как ноль. И начинаем вести себя так же, как ноль. Вот. Ну, значит, пусть верифайер прислал альфа, мы его воспринимаем как элемент из нолика единички. Вот. Ну, и после этого нужно послать перестановку, которая показывает изоморфизм присланного графа H, и G альфа. Но это перестановка... Значит, нам нужно, чтобы H получился из G альфа. Значит, надо, наверное, взять перестановку Тау, возвести ее в степень альфа и взять Пи. Вот так вот. Значит, что значит, возвести в степень альфа? Значит, возвести в степень ноль — это значит возвести в степень 0, это значит ничего не делать с ней. Возвести в степень 1, это значит применить 1 раз. Давайте посмотрим, что это просто, что вот эта вот перестановка просто-таки и делает то, что нужно. Потому что, значит, если α равен 0, тогда это просто π от g α. Это то, что мы здесь и делали. Это и есть h. Если α равно 1, то мы сначала из g1 получаем g0, а потом принимаем π. То есть он просто выдает перестановку вот этого вот π от α α. Вот. Значит, дальше, ну, то есть анализ протокола, вот эту часть я вам уже проговорил. Значит, честный, прудер всегда варьет, делать нечестный за одну итерацию, с вероятностью 1, 2 его ловится. Так нужно делать много итераций. Но мы специально доказали лему, что чтобы доказывать условия zero knowledge, левого разглашения, нам достаточно доказать для одной итерации. Значит, ну, давайте поймем, что мы разгласили. Что вообще видно в протоколе. Значит, в протоколе... Значит, в протоколе есть граф h, который на самом деле равен π от g0. Значит, α, это бит. Нолик единичек, который равен v от h. И перестановка π композиции α. Значит, нам нужно уметь моделировать строки с таким же распределением. Вот. Если бы мы вдруг знали tau, это было бы делалось на халяву. Генерируем случайное π, спрашиваем v от h, потом, зная tau, генерируем вот эту третью. Но мы, к сожалению, tau не знаем. Поэтому нам нужно как-то выкрутиться, чтобы сгенерировать распределение, похожее на это. Вот. На самом деле, то, что у нас сейчас получится, ну, в zero knowledge требуется получить вычислительно неотличимое распределение данного. Сейчас у нас получится больше, то, что это получится, называется perfect zero knowledge. Мы даже получим статистически неотличимое распределение данного. Значит, статистически вычислительно неотличимое, значит, неотличимое алгоритм, а статистически неотличимое, это значит, неотличимое вообще никакими функциями. Не только алгоритмами. Ну, у нас было статистическое расстояние между распределениями, Мы суммировали для каждого строка разность вероятностей по модулю. И пролето все с одной и второй константной. Это то же самое на самом деле. То есть статистически нелечим гораздо сильнее. В принципе, вероятность любых событий отличается незначительно. Вычислительная, значит, вероятность событий, которые задаются схемами, отличается незначительно. Вот. Значит, надо научиться генерировать распределение. Значит, в принципе, условие zero knowledge нам нужно против любого верифайера, против любого, с кем он общается. Но так как верифайер посылает всего один бит, то мы из любого верифайера сделаем честного верифайера, просто воспринимая его ответ как один бит. Поэтому нам не нужно особенно мучиться о том, что, ну да, в принципе, бывают такие протоколы, которые zero knowledge, только если верифайер честный, то есть только наблюдатель. А если вот в случае к машине, предположим, мы прошли с брелком к другой машине, нам стало отвечать другой. И вот это вообще плохая ситуация, что кто-то смог узнать. Если мы случайно перепутали машину, или нам случайно кто-то другой перехватил сигнал и стал другой отвечать. Поэтому вообще говоря, вот это важно, что zero knowledge должна быть не против одного конкретного верифайера, а против любого. Но нам здесь так повезло, что верифайер у нас делает очень мало, посылая всего один бит. Вот, поэтому, вот, значит, нам нужно научиться генерировать такие тройки. Вот, ну давайте мы немножко перефразируем, какие тройки нам нужны. Нам нужны тройки, состоящие из h, α и ρ, значит, где h – это граф. Значит, α – это бит, 0,1, ρ – это перестановка. Таких что? Выполняются два условия. Первое условие – то, что v от h равно α. Второе условие – то, что нам ρ из g α делает h. Давайте, да, давайте назовем такую тройку, ну, как ее сейчас, не знаю, правильной тройкой. Или, там, удачная тройка. Давайте назовем такую тройку графов «удачная тройка». Вот, значит, давайте заметим, что, вот, здесь есть один такой странный момент. Вот v от h, вообще, верифайер, он может быть вероятностным. Но, когда мы доказаны свойства zero knowledge, у нас противники схемы. То есть, можно считать, что противник детерминированный, и вот это вот определение, вот это вот значение определено однозначно. То есть, здесь нет никакой случайности. Это просто удобно об этом думать. Значит, я утверждаю, что вот распределение, которое генерируется здесь, на самом деле это просто распределение на удачных тройках. То есть, на тройках равномерное, причем, распределение на тройках, обладающих вот таком свойстве. Ну, как это объяснить? Значит, то, что мы действительно получаем в протоколе, вот это вот h определяется так, α так, удовлетворяет этим свойствам. То есть, это получается действительно удачная тройка. Но давайте возьмем случайно удачную тройку и поймем, что она тоже может получиться в протоколе. Ну, в каком протоколе? Значит, если у нас есть граф h, обладающий таким свойством, значит, ну просто мы однозначно по перестановке ρ можно понять, какая перестановка π была. Потому что ρ должно быть равняться π композиция с t α. Значит, по этой перестановке ρ однозначно определяется π. Вот. Значит, итого, на самом деле, таких троек, они все заданы. То есть, по каждой перестановке ρ, как я понимаю, такая тройка, ну либо определяется, либо не определяется. А, нет, определяется, потому что... Сейчас. Нет, ну не для каждой ρ может такое, может нам не повезет. Значит, если у нас есть ρ и α, то h мы, конечно, можем вычислить, например, применив ρ к же α. Но нам нужно еще, чтобы выполнялось вот это свойство, оно может, в принципе, не выполняться. Вот. Да, но если мы научимся делать равномерное распределение вот на таких перестановках, которые литвают этим двум свойствам, это все равно, что мы получили равномерное распределение на том, что здесь. Ну, вообще говоря, их не обязательно n факториал. Ну, n факториал – это количество перестановок. Может быть, в принципе, может ли такое быть, что нам ни с нулем, ни с единицей повезет? Ну, в принципе, может быть. Хорошо. Да, давайте научимся генерировать равномерное распределение на таком множестве. Ну, как его генерировать? Ну, понятно, что h однозначно определен через α и ρ. Потому что h – это просто ρ, примененный граф уже α. Вот. Значит, давайте рассматриваем такой алгоритм. Значит, генерируем случайное ρ из множества всех перестановок на элементах множеством. Генерируем случайное α из 0,1. Определяем α как ρ от g α. Вот. И проверяем, равно ли v от h α. Если равно, то значит, нам повезло, и мы можем выдавать этот вариант. Если не равно, то значит, нам не повезло, и мы еще раз начинаем запускать этот алгоритм. Ну, значит, если равно, то, скажем, выдаем эту тройку h α ρ. А если не равно, то выдаем значок «сдаемся». Ну, в принципе, если мы сдаемся, выдаем редко, ну, с ограничением, скажем, с вероятностью не больше 1,2. Мы можем повторять это много раз, ну, скажем, там, 100 раз повторим, и пока первый раз будет ответ, лично это не знаю. С большой вероятностью он будет. Значит, если мы n раз повторим, то он там с вероятностью 1-1 на 2 в степени n. Мы хоть раз выдадим ответ. Ну, и понятно, что так будет распределение равномерное на удачных тройках. То есть иногда мы будем получать неудачную тройку, но на удачных будет равномерное распределение. Вот. Значит, осталось нам оценить вероятность того, что мы будем получать неудачную тройку, то есть будет ответ «не знаю». Значит, что это за вероятность такая? Да, я утверждаю, что она не превосходит 1 и 2. Может, даже равна 1 и 2. Значит, вероятность того, что верифайер, будучи примененный к перестановке ρ от g α, значит, у нас неудача, что это не равно α. Ну, это мы можем написать при условии α равно 0 и при условии α равно 1. Но вот так как α выбирается случайным образом, то эти вероятности равно 1 и 2. То есть это можно написать, что это равно 1 и 2, на вероятность того, что v от ρ g0 равно 1, плюс 1 и 2 вероятность того, что v от ρ g1 равно 1. А я утверждаю, что эти вероятности уже можно посчитать. Что вот эту сумму можно уже посчитать. Но смотрите, вот ρ у нас случайная перестановка. Значит, вероятность того, что... Да, и графы у нас изоморфны. Значит, вероятность того, что... Здесь нолик. Значит, вот эта вероятность равна вероятности того, что v от ρ g1 скажет единицу. Поскольку эти графы изоморфны, то эта вероятность равна вот этой вероятности. Правильно? Мы к изоморфным графам получили случайную перестановку. Ну а тут получается, что вероятность двух дополнительных событий. Это вероятность того, что это равно 1, а это вероятность того, что она равна 0. Ну то есть сумма вот этих двух равна 1, то есть это просто 1 вторая. То есть вероятность того, что у нас выпадет неправильная тройка, ровно 1 вторая. То есть если мы это повторим n раз, то вероятность... То есть если неудача, мы будем снова перебрасывать. Значит, за n раз вероятность того, что у нас попадется неправильная тройка, маленькая. Ну, если n раз не попалась, выдадим какой-нибудь бред какой-то совершеннейший. Тогда у нас будет маленькая вероятность того, что мы выдадим бред, но статистическое расстояние между равномерным распределением на удачных тройках будет экспоненциально маленькое. 1 или 2 в степени n. Ну, значит, и вычислительное расстояние. То есть значит, они будут вычислительно неотличимы, то, что мы сгенерируем. Вот. Ну, значит, ну, то есть идея для интерактивного протокола для изоморфизма графа с мировым разглашением очень простая. Ну, доказательства требуют некоторых таких аккуратностей. Вот. Ну, давайте я... Уже без особенно строго доказательства. Ну, во-первых, сформулирую теорему, что для любого языка из НП. Значит... Ну, теорема, наверное, звучит так, что вот если существуют односторонние функции, то задача из... Ну, не задача из маркетинга, а просто класс НП содержится в классе языков, для которых есть нулевые доказательства. Вот. Значит, ну, идею доказательства я вам рассказать могу, проверку всех свойств, но требует времени, которого у нас уже не остается. Значит, идея доказательства такая. И, ну, кстати, идея вам покажется понятной, скорее всего. Ну, значит, любой язык из НП можно свести к полному языку. И если мы докажем... Ну, это сведение, оно завышает за понимаемое время, поэтому достаточно доказывать, получить доказательства для полного языка принадлежности. Вот. В качестве полного языка в данном случае удобно брать задачу о раскраске графа в три цвета. Известно, что три раскрашиваемость, она полная. Ну, вот как бы я вам смог бы доказать, что граф трераскрашиваемый? Я бы нарисовал бы здесь граф. Ну, то есть, ну, вот граф. Мне нужен трераскрашиваемый. Я бы поставил бы здесь какие-то цвета и накрыл бы их маленькими фишечками, чтобы цвета были спрятаны под ними. Ну, пусть в графе M-ребер. И сказал бы, а вот у меня под фишками написано правильная раскраска в три цвета. Проверьте. Если не верите, выбирайте любое ребро, я вам открою фишки на его конце. Ну, вот пусть верифайер убирает случайное ребро, мы открываем фишки на концах и видим, что покрашены в разные цвета. Вот. Ну, при желании эту процедуру нужно повторить, но при повторении я цвета переставляю случайным образом. Ну, то есть, беру случайную перестановку трехэлементного множества и снова перекрашиваю, снова кладу фишки. Вот. Значит, ну, почему это действительно корректное доказательство? Ну, потому что если есть ошибка, значит, какое хотя бы одно ребро покрашено неверно. значит, вероятность не попасть в это ребро много раз, это 1 минус 1 mt в степени количества раз. Ну, если мы это повторим, там, m квадрат раз, то это уже будет меньше, чем единица на e в степени m. То есть, повторив m квадрат раз, эта ошибка будет найдена с достаточно хорошей вероятностью. Почему такой задающий кроер просто не может говорить? Два случайных цвета. Вот. Вот этот вопрос к тому, что я гарантирую, что у меня под фишками что-то есть. Надо как-то это гарантировать. А вот давайте попробуйте вы придумать, как это гарантировать. Нет, ну, когда я вот я на столе это сделаю, вы увидите, что я просто поднимаю фишку и под ней что-то написано. А вот как это сделать криптографически? Ну, вот Коля правильно вспоминает. Нужно сделать привязку к битам. Ну, то есть цвет кодируется двумя битами. И вот нужно просто вот каждую вершину кодировать. Ну, анализ, ну, то есть доказательства того, что здесь есть действительно... Ну, здесь уже не perfect zero knowledge, здесь будет просто zero knowledge, вычислительно неотличимый. Доказательства, ну, то есть, зачем нужны односторонние функции? Додосторонние функции нужны именно для интерактивного протокола привязки. Ну, доказательства достаточно длинные, потому что здесь протокол немножко нагроможден. Тут есть еще эта привязка. Но идея совершенно прозрачная. Вот. Значит, я вспомнил одну вещь еще, которую я не сказал, какая связь вообще вот понятия, что что-то имеет нулевое разглашение. Ну, да, вообще, помните, сначала я говорил про стратегию. Значит, стратегия имеет нулевое разглашение, если она разглашает функцию, которая все время выдает пустую строку, то есть ничего не разглашает. Вот. На самом деле, построив протокол с секретным ключом, мы уже имеем протокол с нулевым разглашением. То есть стратегия, которая получает x и выдает шифрограмму x, она ничего не разглашает. Потому что то, что... Потому что это очень легко сформулировать, просто сгенерировать случайную строку. Вот. Также привязка к биту, она тоже ничего не разглашает. Потому что этот протокол неразличим от привязки там другого бита. Можно просто взять любой бит, привязать его, и будет то же самое. Вот. Вот. Ну, значит, полноценного курса по криптографии не получилось. Значит, что еще из интересного можно изучить? Ну, там, на основе привязки к битов можно научиться кидать монетку по телефону, честным образом. Ну, соответственно, там дальше можно там играть в карты по телефону. С помощью... Да. В принципе, односторонней функции хватает для того, чтобы определить цифровую подпись. Значит, что такое примерно цифровая подпись, я могу... Ну, цифровую подпись можно определить и с помощью протоколов с открытым ключом, но интереснее все-таки строить что-то, пользуясь как можно меньше, меньше всего. Оказывается, достаточно односторонней функции. Ну, что такое односторонней... Что такое цифровая подпись? То есть, я хочу научиться... Значит, есть публичный ключ, его знают все, есть секретный ключ, который знает только я. Значит, с помощью секретного ключа я подписываю сообщение, то есть... Ну, то есть, я пишу сообщение и подпись сообщения. Значит, подпись обязательно зависит от сообщения, не только от секретного ключа. Это не то, что вот здесь что-то написано, я внизу расписался. Такую подпись легко подделать, просто то, что сверху поменять. Что требуется от цифровой подписи? От цифровой подписи требуется следующее, что противник, ну, то есть, противник, он может подкупить мою секретаршу, которая мне подписывает на подпись, дает кучу всего на подпись. Секретарша мне кучу всего дает на подпись, а после этого... То есть, у него есть куча образцов подписанных на мои сообщения. После этого он должен не суметь подделать подпись под другим сообщением. То есть, пренебреживо малой вероятностью. Значит, кроме алгоритма подписывающего, есть еще доступный всем алгоритм проверяющий, который по подписанному сообщению, то есть, по сообщению, по подписи и с помощью публичного ключа говорит, подпись верная или неверная. Вот. Ну, еще есть... Значит... Ну, криптографии есть, там, практически, часть, когда просто строят протоколы и доказывают про них, там, что... Этот протокол надежен, если какой-то другой надежен. Там, иногда они основываются не на любой... То есть, есть криптографии, которые основываются не на... Ну, вот тут все так вот очень стройно с точки зрения теории, что мы основываемся на любой односторонней функции, какой бы... То есть, если какую-то взломали, возьмем следующий кандидат. Вот. Есть, которые основаны на конкретных функциях. В частности, там есть какие-то задачи про решетки. На основе них придумано, вот, один из самых интересных, правда, я не разбирался в этом результате, криптосистема гомоморфная. Это значит, что с шифрованными данными можно выполнять всякие операции. Ну, там, сложение, умножение – это ладно, но на самом деле можно любой алгоритм выполнить с шифрованным данным. Это будет... То есть, может, там, не знаю, поиск там шифрованной данной какой-то сделать. Ну, не знаю сейчас поиск, не знаю, насколько это осмысленно. Ну, не знаю, там, возвести шифрованное число в квадрат можно, не расшифровывая. То есть, может, там, я какую-нибудь тайную информацию послал на сервер, на сервере, не считая информацию, что-то с ней делают. Вот. Но это предположение сложности какой-то там конкретной задачи там про какие-то решетки. я в Италиях не знаю.